Здравствуйте! Акция Георгиевская ленточка проходит ежегодно с 2005 года. В этом году волонтеры планируют раздать около трех миллионов ленточек. Об одном из символов победы поговорим сегодня в программе актуальный комментарий. Мой сегодняшний гость протерей Георгий Климов. Батюшка, здравствуйте! Вот вчера буквально русская православная церковь отмечала праздник памяти Георгия Победоносца. Расскажите вот о символике. Вот почему Георгиевская ленточка? Почему именно этот цветой? Ну, вы правы, что символ очень великий, символ победы, но символ очень многоплановый, глубинный символ. Он уходит своими корнями вглубь веков. И надо признать, что это не только символ недавней сравнительной победы во Второй мировой войне, в Великой Отечественной нашей войне, но и символ, связующий между собой очень-очень многие поколения. Вообще, если касаться, вот когда появилась сама по себе Георгиевская лента или ленточка, то надо признать, что это было в 1769 году при Екатерине Второй, она учредила орден Георгия Победоносца. И орден полагалось этот носить именно на ленточке, вот то, что сейчас мы называем Георгиевской ленточкой. Лента, которая имела три черных и две оранжевых полосы. Изначально полагают, что Екатерина устроила цвета этой ленты вот в силу цветов герба императорского, то есть черный орел и фон такой золотисто-оранжевый был сделан. Но с течением времени, поскольку этот орден давался только за храбрость офицерам, за храбрость именно при военных действиях, мы можем сказать, что вот этот акцент с, ну что ли, герба императорского переместился на нечто другое. Мы знаем, что там, где война, там всегда пожары, огонь, там всегда пепел, чернота. И вот это символ именно того, что люди русские за храбрость были отмечаемы именно вот этой вот великой наградой Георгием Победоносцем орденом. И носился он именно на такой ленточке вот этого черно-оранжевого цвета. Ну и потом волею судеб уже, надо сказать, в 1807 году император Александр учреждает медаль. Медаль для того, ну, наверное, чтобы уже и простые, не офицеры, а уже солдаты имели возможность быть отличниками вот в глазах людей за воинскую храбрость. Надо признать, что с 1807 года по 1905 год до русско-японской войны медалями было награждено всего 111 человек. То есть мы понимаем, какая великая награда была для русского воина за храбрость, отличившегося при особых обстоятельствах, конечно. Вот это вот Георгиевский знак, медаль или орден, и носимый на этой ленте. Ну и вот как бы преемственность времен для русского человека, для русского воина, мы можем сказать, конечно, отчасти и для православного человека. В годы Великой Отечественной войны учреждается еще повторную уже медаль, можно сказать, уже Советского Союза, 1943 год, когда вот этой орденами славы, три ордена славы, три степени ордена славы делаются, которыми тоже отличались вот особо, ну что ли, проявившие храбрость при военных действиях наши офицеры и наши воины. Конечно, сейчас, когда вот с 2005 года повсеместно, можно сказать, вот эта акция, Георгиевская лента согревает наши сердца, она свидетельствует о том, что вот, ну где-то в глубинах естества русского человека всегда хранится вот такое духовное восхищение тем, что делали наши деды и наши прадеды. Потому что вот сейчас, вот в наш современный такой очень рафинированный век, когда очень сбиты, можно сказать, многие критерии правильного восприятия жизни, когда молодые люди практически не напрягаются особо в каких-то занятиях, трудах, учебах, когда вдруг мы смотрим на Георгиевскую ленту, то мы понимаем, что мы несем определенную ответственность за часто за ту расхоложенность, за ту безалаберность по жизни, которую мы имеем, потому что она нам напоминает, какой ценой для нас куплена вот эта возможность пользоваться свободами, пользоваться благами земными. Мне кажется, что вот рассуждая обо всем этом, мы всегда молитвенно вспоминаем всех тех, кто положил свои души за други свои в годы Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Отец Георгий, буквально в двух словах. Георгиевская леночка – это действительно великий символ. Вот как ее нужно носить? Можно ли в машине? Мне приходилось, да, вот именно здесь слышать, как люди, которые вот устраивали эту акцию, они обращали особое внимание, что желательно на машины, на сумки, тем более как-то в виде пояса. Иногда вот кому-то приходило кощунственное желание в виде шнурков, ни в коем случае этого лучше не делать, потому что все-таки, мне кажется, Александр, вот как у вас лучше всего, ближе всего к сердцу, потому что вот это именно то правильное ношение этой ленты, которое свидетельствует о том, что мы в сердцах носим память о наших великих предках, которые выковали для нас вот эту великую победу. Спасибо, Господи. Всего доброго. Дорогие телезрители, это был актуальный комментарий от протерея Георгия Климова. Оставайтесь с нами на телеканале «Союз». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова